Еще в древнем Египте люди, чтобы подчеркнуть изгибы тела, драпировали ткань красивыми параллельными складками. Но название им придумали лишь в 17 веке во Франции. А по-настоящему известную плессированную одежду в начале 20 века сделал Мариано Фортуни, волшебник из Венеции. В Эрмитаже впервые решили показать зрителям работы этого мастера. Расскажите, пожалуйста, немного о Фортуни. Почему его называли волшебником? Его называли волшебником, потому что этот человек сочетал в себе совершенно разнообразные умения и способности. Во-первых, он был очень образованным, хорошим художником. Во-вторых, он был инженером. А в-третьих, он был химиком. Благодаря своему химическому образованию и глубоким познаниям, он сумел изобрести некоторые технологии работы с тканями, которые больше никто не умел. Например, он придумал, как заплессировать шелковые ткани. Дело в том, что никто никогда не умел плессировать шелковые ткани. До Фортуни плессировку делали в Древнем Египте, но там плессировали льняные ткани. Шелк заплессировать технически невозможно. Шелк ведет себя, как наши волосы. Если вы сделаете кудри, они расправятся. Вот то же самое происходит с шелком. Вариан Фортуни разработал химический состав, которым он смачивал ткань. И очень-очень мелкие складочки при воздействии этого химического состава, они фиксировались. То же самое происходило и с другими тканями. Вот эти вот набойки, которые вы здесь видите, это печать на ткани. Казалось бы, технически это невозможно, они не должны держаться на ткани. Но он знал, как работать с пигментами, со связующими этих пигментов так, чтобы ткани сохранялись, сохраняли свою гибкость, чтобы краска держалась. И вот поэтому он был волшебник. Творчество Мариана Фортуни первыми оценили люди искусства. Его знаменитые плессированные платья Дельфос носили Асидору Дункан, Анна Павлова и Сара Бернару. С начала 20 века еще нет в обиходе трикотажных тканей в таком количестве, как мы сейчас привыкли. И платье Дельфос за плессированную ткань, она обладает свойствами трикотажа. Она гибкая, она растягивается, она сжимается. И оказалось, что одно и то же платье могут надеть разные женщины. Это произвело колоссальный фурор, успех. Вы покупаете платье, и оно вам обязательно подойдет. Очень много платьев и тканей с рисунком. Эти рисунки он сам делал? Да, эти рисунки он сам делал. Более того, вы можете увидеть у нас на выставке его рисунки. Проекты вот для этих самых узоров, которые мы с вами видим на тканях. Фортуни очень любили и ценили редкие антикварные вещи. Например, вот эта испано-мавританская ваза 14 века когда-то принадлежала их семье. А в 1885 году она поступила в коллекцию Эрмитажа. И сейчас ее так и называют – ваза Фортуни. В Венеции работает фабрика. Она до сих пор выпускает ткани по его технологии. Широкой публике имя Бариоан Фортуни известно меньше, чем профессиональным художникам и модельерам. Просто потому, что как модная марка, они прекратили свою работу перед Второй мировой войной. А многие дома модные, они продолжали. Наверное, поэтому он менее известен. Но на самом деле он один из тех нескольких дизайнеров, которые перевернули моду. Платья этого мастера вне времени. Их и сейчас можно увидеть на известных актрисах и моделях. С волшебным миром Мариана Фортуни познакомились Кристина Тартерян и Кристина Захарова.